Так, раз, два, три, просто откройте ладонь. Экотуризм становится все более популярным в Израиле, особенно на севере в Галилее. Туристы из Израиля и за границей могут приезжать сюда и получать удовольствие от занятий, которые имеют минимальное воздействие на окружающую среду, и которые формируют в людях культурное и экологическое сознание. Если вы хотите провести время с пользой для здоровья, рекомендуем вам остановиться в отеле Митспеха и Мим, где предоставляются СПА-процедуры, а в ресторане подают экологически чистые овощи и фрукты с ближайшей фермы. Отель, который был построен в 60-е годы прошлого века, создан по идее доктора Эрика Яроса, врача и гомеопата, эмигрировавшего из Берлина. В вегетарианском ресторане отеля нам подали незабываемый обед из свежайших продуктов. После обеда мы пешком поднялись на холм, где находится ферма, которая занимает 28 акров и снабжает ресторан всеми сезонными овощами и фруктами, а также молочной продукцией, и поздоровались с коровами, овцами, козами и курами. Внизу, в долине Хула, на озере Агмон, находится рай для наблюдателей за птицами. Там останавливаются более 500 миллионов птиц, 400 видов, мигрирующих весной и осенью из Европы в Африку и обратно. Гости отеля могут арендовать электрокары для игры в гольф или велосипеды и отправиться в одиночестве или в сопровождении местного орнитолога на прогулку по восстановленным поливным землям. Для пеликанов Израиль является последней большой остановкой перед перелетом через пустыни Восточной Африки. Когда-то этот район был большим фильтром для воды через долину на пути к озеру Кенерет. На орнитологической станции в заповеднике птиц отлавливают и окольцовывают. На металлическом кольце указывается, что их поймали здесь. Каждую птицу измеряют, взвешивают. Исследуются также слои жира у них на шее и под перьями. Вот здесь есть немного жира, мы называем это первый жир. Эта птица пока не готова к миграции, но, может быть, через неделю она уже сможет лететь. Что вы чувствуете, держа в руках такое крошечное существо? Вы чувствуете, какой вы большой и сколько в вас опасной силы. Вы чувствуете ответственность за то, что вы держите в руках. Если вы ищете уединенное место, где можно остановиться, то самое лучшее – это гостиница «Химдатия» в Машаве, Саджера и Лания. Это гостиница на пять комнат, где вам предоставят ночлег и завтрак. Она располагается в тщательно отреставрированных каменных фермерских домах, построенных в начале 20 века. Это целый комплекс, который включает в себя виноградники, ферму, где разводят коз, площади для выращивания органических сезонных овощей. И вино и овощи предназначены для тех, кто останавливается в этой гостинице. Идея заключалась в том, чтобы выращивать все здесь, чтобы можно было покупать местную продукцию. В Израиле всегда было важно беречь воду. Вся вода из гостиничных номеров идет на поливные земли для орошения садов. «Химдатия» – это окно в прошлое, где жизнь была более простой. Это хозяйство было одним из первых в Израиле, которые основали евреи, вернувшиеся на свою родину в конце 19 века. Бен Гурен, ставший впоследствии первым премьер-министром Израиля, работал здесь какое-то время. В своих книгах он вспоминает, что время, проведенное им в Илланиа, в Седжере, было самым прекрасным в его жизни. Когда нынешние владельцы впервые пришли сюда, они увидели развалины на месте этих домов, и сгородкое время восстановили их с любовью и усердием. Аталия Труа, один из владельцев «Химдатия», с огромным чувством говорит о важном значении этой работы. Жить в гармонии с природой – это сегодня единственный способ жить. Ради окружающей среды, ради наших потомков, ради будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова